Здравствуйте! Хочу приготовить вот эту баранью лопатку симпатичную. Так как дело происходит осенью, то обилие овощей обязательно. Пол ложки кориандра, соль, разотрой это дело. Я готовлю маринад для лопатки, такой быстрый. Растер кориандр, добавил зиру, все маринад готов. Лопатка, такая симпатичная лопатка, где-то весит она 1,3 кг. Мясник ее уже обработал, вот с этой стороны снял пленку. Я сначала хотел ее запечь вот в этой форме специальной, но сколько бы овощей меня поместилось. Одна картошка, пара помидор, одна морковка. То есть буду использовать другую посуду. Натираю, просто втираю. Хорошо лопаточка. В общем, втер вот этот сухой маринад. Вот мясик обработала та часть справа, это лопатка, а снизу голяшку отрубил. Ну и вот в таком виде она очень даже. Ну, пару часов в таком маринаде пусть полежит. Ну, час, не меньше. Вот это острый ингредиент. Острый перчик, зеленый на этот раз. Весь стручок использовал, не очень острый. Чеснок зубчиков 5-6. Три картофелины. Ну, все, что вы видите вот на столе, все я использую. Все буду резать достаточно крупно. Ну, в принципе, блюдо будет готовиться на тех же принципах, что и домлома, хошлома. Ну, близкое блюдо будет. Ну, некоторая разница будет, конечно, во вкусе. Лук очень крупно. Перчики как угодно. Вот можете вот такими вот оставить ломтиками. Можно поменьше. Количество тоже. Вот сколько есть у меня в холодильнике. Столько я использую. Перчики вот сезонные, они красные, зеленые и такие вот полупрозрачные. Все в дело пойдут. Взял пару кабачков. Можно, конечно, и баклажаны взять. Помидоры. Ну, вот такие мелкие продавались. Некрупные, вернее. Ну, вот сколько у меня их. Довольно много. Я их все использую. Лимон. Можно использовать в двух вариантах. Либо вот нарезав его, либо добавить в блюдо лимонный сок. Из этого лимона выжатый. Ну, в общем, так как эту форму я забраковал, беру другую. Так называемую чугунную кастрюлю, здоровенную. Ставлю на мощную конфорку. И обжариваю лопатку на среднем огне. Ну, минут семь, восемь. Первую сторону. Ну, и, соответственно, например, мы столько же вторую. Вот мясо схватывается вот такой корочкой. Обычно это говорят запечатать мясо. Так называют такую обжарку предварительную. Убавляю огонь до минимального и укладываю все овощи. Сначала лук моркови, а потом, ну, не принципиально, что как, в каком порядке. Курага у меня залежалась дома, подсохла. Вот я ее туда отправлю, и в готовом блюде она явно освежится, я просто уверен в ней. Что касается... Подсаливаю, естественно, в середину и в конце еще раз посалю. Что касается кислоты лимона и кислоты помидоров, то, скажем, если у вас нет в данный момент помидоров, то можете только лимон использовать. Или вы не любите лимон, не используйте лимон, а используйте помидоры. Ну, то есть тут надо варьировать. И лимон, и помидоры может быть слишком кислый соус для вас. Но это будет свежая кислота интересная. Насыпал сверху еще орегано. Хорошую травку. Буду имитировать метод запекания в форме, которую я предварительно хотел использовать. То есть не накрываю крышкой эту кастрюлю, а закрою листом фольги. Через час проверяю. Ну, все еще сыроватое. Отправляю еще минут на 20. А при температуре где-то 180 градусов весь этот процесс происходил. Смотрите, сколько сока там, дофига. Ну, все уже готовое, все уже ароматное. Но надо еще, можно еще кое-что сделать. Я вот так открыл мясо, и снова отправляю в духовку, и даю жар сверху. Ну, минут 5-10, и все заколеровалось. Ну, и стало выглядеть вообще неотразимо. Ну, оно выглядит, вот как оно выглядит, настолько жарно и вкусно. При этом мясо осталось... Ну, вот вы видите саму лопатку, которая открылась. Мясо стало, естественно, мягким, нежным и очень сочным при этом. Ну, и обалденно вкусным. Ну, что касается овощей, они не могут быть невкусными. Ну, можно подавать. Ну, это очень вкусная и здоровая еда. Еда, которая выглядит так, не может быть здоровой. Всем удачи, здоровья. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова